По поводу премии, что государственным обвинителем не было даже в ходе судебных премий представленных каких-либо доказательств, подлежащих субъективному сторонам Александра. Государственный обвинитель никак не парировал на многочисленные заключения специалистов, которые были предоставлены стороной защиты. Он сказал такую фразу, ну, специалисты на стороне Скочеленко. Многостраничные, на сотне страниц заключения специалистов целых шесть было предоставлено. Вот такой одной фразой попытался опровергнуть государственной обвинитель. Но и также в ходе реплик вы слышали, что изумительную фразу сказал государственный обвинитель, что я на стороне народа. Мы-то думали, что гособвинитель должен быть на стороне закона и фактов, которых он не привел никаких. Каких? Гражданка была предложена пройти ряд составлений обвинительного протокола. Она отказалась в пройти. Соответственно, с чем была применена физическая сила, она поставлена в служебное помещение для составления протокола. И вызван наряд полиции для дальнейшего доставления в УМВД. А как вы сюда попали? Еще не дорого прошло. 18.00, заседание у вас закончилось. Работа суда также. Будьте любезны, пожалуйста, выйдите, пока будут составлять протокол, вас пригласят на составление протокола. А юридическая помощь оказывается немедленно с момента задержания. Вы сказали, что она задерживается. Она доставлена в служебное помещение для составления протокола. Если вы будете оказывать сейчас сопротивление, противодействие, так же будете... Какое сопротивление? Я прошу допустить подзащитную с момента ее доставления. Вы ее доставили? То есть вы мне не позволяете. Я вам уже объяснил. Так вы объясните, что... Вы составлены таким протоколом, вы будете допущены. Я вам объясняю, выйдите, пожалуйста, сюда. Куда? То есть вы мне не допустите? Хорошо, я выйду. Действия ваши просто будут обжалованы и все. Даже с этой стороны тоже не допускают. Сегодня вначале взяли под руки и бросили ее на камеры, причинив ей травму головы, у нее гематома. Ануш, Ануш, они тебя вынесут. Значит, вот так вот. Вылетит от действия. Они, видимо, посчитали, что надо как-то узаконить свои действия и решили сфабриковать дело об административном прорушении, о том, что она якобы не выполнила законные требования в тот момент. Поэтому, когда она выходила уже из здания, она собиралась идти к выходу, ей сказали, что ее задерживают по тому правонарушению, собственно, не формулируя его конкретно, для оформления соответствующего протокола. Однако, на самом деле, это никак не улучшает позиции того судебного пристава, который причинил первую травму. Если он же, я просто по видео не идентифицировал его, он же причинил вторую, ну, значит, будет отвечать и за второе свое противоправное, на мой взгляд, деяние. Вот пока что такая информация. Ждем скорую. Скорая вызов приняла. Мужчина, судебный пристав, весом, наверное, раза в 2,5-3, более чем у нее вес, взял ее за ноги, схватил в охапку и бросил на объективы фотоаппарата. В результате чего у нее возникла ссадина и гематома на голове. По крайней мере, 2 часа назад гематома имела размер примерно 2 сантиметра и требует явной медицинской помощи. Какой метод вы взяли? Может, даже 4, я не знаю. Можете с хозяйницей попровождать? Как твоя рука? Не, я на своей машине просто. Внутри. Внутри. Подертия скорость. Ну, меня еще немножко потолкали, отказывали в защите. И много раз отказывали в защите. Кто? Завида меня эмоционально из-за сайта подписать протокол и принять какие-то решения по протоколу под давлением. А что за протокол? Я не очень, я даже, ну, короче, я не помню. Я еду освидетельствоваться. Я с тобой поеду. Да. Ну, пожалуйста, поехать. Ребята, давайте сместимся. Здесь машина вбежает. Да, да, да. Выглядит. Да вообще, ты деда, я не знаю, как это придет. Да. Я вообще с тобой. Страшно, как в ужастиках, типа, нельзя разделяться. Вот. А я подъезжала вперед, и вот этот вот Кристоф, он тихонечко начинает что-то типа, вот, а ну уж остановитесь. Там что-то там, я спрашиваю, вообще не поняла, что это задержание. Ну, что, кстати, он так и не сказал, что я задержана. Я сколько раз спрашивала, я задержана? Он такой, нет. Я такая, в смысле, я похищенная? Я могу идти? Что происходит? Какой у меня процессуальный статус? Если задержана, дайте мне защитника. Он там меня ждет, защитник, я требую допустить его, протокол, подпишите, я такая, в смысле, где мой защитник? Он, короче, он меня в грудь начал толкать. Чичичич. Грудь, ё-моё, как это можно? Я такая, не трогайте мою грудь. Он такой, я не трогаю вашу грудь. На каких основаниях вы применяете ко мне силу? Он такой, короче, берет, заламывает мне руку, заламывает мне руку. Но никогда такого не было. Я ниже не ожидала, что вот я стою, я ничего не делаю. Какую я могу опасность представлять? Хочешь составить протокол? Ради бога, вот я здесь. Что я? Кому я? Что? Я начинаю кричать громко, что мне становится больно. И он заламывается сильнее. Я вообще пугаюсь, что он сейчас вообще мне вылетит крючок. Я видела, мне Кристина показала это видео. И он просто начинает разгоняться. И прямо в конце концов, бегом, вот так вот, очень сильно, заломанной рукой, доволок меня просто бегом. И да, да, я рот и все. Суммарно, резюмируя, можно сказать о том, что дважды в отношении Анушпанины с судебными приставами будут превышены должностные полномочия. С причинением вреда здоровью физическая сила применялась явно необоснованно и явно несоразмерно. И повлекла нанесение травм и плечевого сустава, и мягкие ткани головы. В дальнейшем, я так понимаю, что предстоит защита по вмененному правонарушению. По статье 17.3, часть 2, это будет рассматривать судебный участок 14 мировых судей по данному району. А телефонограмма в связи с получением травм зафиксированных в Мариинской больнице будет рассматриваться как повод к проведению проверки в отношении должностных лиц, а именно судебных приставов, причинивших данный вред здоровью. Продолжение следует...